Продолжение следует... Поднимаемся на вершину холма. Очень такая она приятная, необычный материал. Вступаешь и нога пружинит. Я не знаю, с чего она сделана. Что-то такое, как пена. Но идти очень такое необычное ощущение. Посмотрите на горизонт. Это закатный горизонт. Особенно вот та сторона неба. Посмотрите, обратите внимание. Очень красиво. Такие чудесные облака. Тихо очень становится. Жужжат насекомые. И мы тоже так же тихо-тихо поднимаемся на вершину холма. Мы продолжаем путь на вершину холма. Поднимаемся вверх. Гулять очень полезно. Когда двигается тело, двигается лимфа. В обычном состоянии, когда человек просто лежит или сидит, лимфа двигается очень плохо. Потому что у кровеносной системы есть сердце. Оно бьется. И так кровь проходит по всему организму. А у лимфатической системы нет сердца. Поэтому надо больше гулять. Особенно делать так, как делаем мы. Подниматься на вершину холма. Вот посмотрите на вершину холма. Вот туда мы идем. Туда. Надеюсь, что в это время будет еще светло. И вы тоже сможете насладиться этим прекрасным видом. Вообще здесь в Пенсильвании очень любят природу, очень охраняют все природные места, все парки. И здесь есть много, куда можно сходить. Подвигаться, подышать свежим воздухом. Вообще насладиться красивым видом. Вот мы уже ближе к вершине. Посмотрите. Вот леса, домики красивые. Очень приятно гулять в таких местах. Продолжаем идти. Чтобы успеть к закату, немножко ускоряем шаг. Активно совершаем дыхание. Поднимаемся вот выше, 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 выше. Я не вижу пока никого. Вот одни мы такие решили сегодня подняться на вершину. Вообще это такое интересное место. Оно окружено довольно дорогими домами. Вот посмотрите. Вот там на холме вот такой вот красивый особняк. Уверена, стоит не меньше миллиона, может быть даже двух миллионов долларов. Ну вот такое вот роскошество. Возможно даже с бассейном. Ну, я не бывала там. Не знаю. Посмотрите на него и пофантазируйте. Кто там может жить. А мы продолжаем двигаться на вершину. До встречи на вершине. Ну вот я только-только решила, что никто как будто бы не гуляет. Но на самом деле люди здесь есть. И не только взрослые, но и дети, если видите, вот за моей спиной как раз они приближаются к нам. Мы продолжаем подниматься. Поднимаемся на вершину. Все выше, выше. Двигаемся. Активно прокачиваем лимфу. Не знаю, как долго еще идти на вершину. Понять не менее. Ну, надеюсь, что мы все-таки поднимемся туда. Вот целая семья прошла мимо. С маленькими детьми. Гуляют люди. А еще пока мы идем на вершину, я заметила луну. Она вот там, вот там прямо уже в облаках. Знаете, может быть на видео не очень хорошо видно, но в реале видно очень хорошо. И это очень красиво. А вот там видно уже реку. Смотрите. Эта река называется Сасквахэнна. Река, название индейское. Название индейское. Индейцы так назвали реку Сасквахэнна. Большая, огромная, с длинными большими мостами через нее. Ну, а я продолжаю подниматься на вершину. Еще идти не близко. Ну, вот как-то мы уже добрались до другой стороны холма. Здесь тоже очень такой интересный вид. Все та же река Сасквахэнна. Город Райтсвилл. На берегу ее вы можете видеть огоньки. Вообще, здесь есть очень интересное правило. В таких общественных местах можно находиться только до заката солнца. А после заката эти места закрыты. И может даже прийти полиция. Один раз такое с нами случилось, скажу по секрету. Но вершина на самом деле уже очень недалеко. Мой спутник улыбается, потому что он присутствовал при этой истории, когда на эту вершину поднялся очень-очень полный полицейский. Он задыхался. И спросил меня строго. Как долго вы знаете этого джентльмена? Но хорошая новость была в том, что этого джентльмена, я знаю, уже 20 лет. И, в общем-то, он нас простил. Ну, вот смотрите сами. Закат уже наступил. Последнее мгновение заката. Мы буквально попали с вами на вершину холма в самое-самое последнее мгновение. Это очень красиво. Вот как раз за моей спиной какая-то романтическая парочка. Вот они встречают закат солнца. Это так романтично. Самая-самая вершина холма, самая-самая высокая точка города Райсфилл. Это вот этот пятачок. Вообще, скажу так. Это не просто какой-то каменный пятачок. Это компас. Север, запад, лук, восток. Восток. Вот там находится Россия. Там, где-то там, очень далеко. Восемь тысяч километров. Ну, а я вот здесь. Ну, вот мы и на вершине. Ну, вот эта табличка говорит о том, что эта дорога, по которой я поднималась на вершину холма, это часть тропинки Мэйсон-Диксон. Ну, и до других достопримечательностей вот такое расстояние. 58 миль, 135 миль. Ну, можно пройтись, в принципе, 58 миль до Виски Спрингс. Представляете себе, сколько это? 58 миль, это, не соврать бы, километров 80, наверное. Может быть, я и ошибаюсь. Но намного больше в километрах, чем в милях. Но мне это еще не важно. Посмотрите, какой красивый закат. Ведует приятный теплый ветерок. Я слышу, как поют насекомые. Я всем желаю прекрасных, приятных прогулок. Спасибо, что были со мной. Спасибо, что смотрели меня. Надеюсь, что вы тоже много гуляете. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok